Доброе утро! Современная реальность такова, что компьютер является неотъемлемой частью жизни наших детей. Конечно же, родители задают вопрос, как же найти баланс между стремительным развитием технологий и здоровым воспитанием наших детей? Компьютеры ворвались в нашу жизнь лет 20 назад, и то, что вчера казалось роскошью, сегодня необходимость. Можно ли представить современное образование без компьютерных технологий? Нет, конечно, невозможно, потому что весь наш образовательный процесс, в принципе, уже на данный момент строится на информационных технологиях. Вся информация, которая предоставляется, очень доступна в интернете. Все учебные пособия, дополнительные занимательные упражнения, которые помогают отрабатывать закрепленные знания, полученные детьми. Игра у ребенка является основным видом деятельности. Через нее он познает мир. Поэтому у развивающих компьютерных игр большая перспектива в образовании. Так считают специалисты. Мне очень нравится ходить на компьютерную графику и робототехнику. Мы создаем свои сайты, игры и программируем роботов. Я уже создала одного робота и запрограммировала его. Мы там программируем на компьютере, делаем разные программы для роботов. Я люблю играть в шахматный футбол, потому что занимаюсь шахматным футболом. Я люблю ходить на компьютерную графику. Мы там можем рисовать, рисовать в фотошопе и делать мультики. В мультиках мы можем рисовать, например, Бабу-Ягу и всех остальных сказочных героев. Часто существует мнение, что игры могут вызывать игровую зависимость. Но, как правило, опасение такое должно возникать, когда игра возникает как замена родительскому вниманию. Когда ребенок предназначен сам себе. И родители используют игру для того, чтобы заниматься домашними делами, работой. Единственный способ избежать вредного воздействия – ограничить пребывание ребенка за компьютером. И не превышать гигиенические нормы для компьютерных игр. Это избавит от лишних нагрузок глаза, опорно-двигательный аппарат и нервную систему ребенка. Чем чаще и больше, тем хуже все становится. То есть запускается учеба, хромает здоровье, возникают проблемы в семье, проблемы в школе и так далее. Поэтому надо четко знать, что младшим школьникам это 20-30 минут. Школьникам, в общем-то, старших курсов до часа взрослым людям это 2-4 часа в зависимости от желания. Ну, желательно ограничиться с двумя часами развлечений, проведения и так далее. Мы живем в электронный век высоких скоростей. Это факт. Изолировать ребенка от компьютерных технологий – задача трудновыполнимая. И мы не уверены, что в современном мире это пойдет малышу на пользу. Но в наших силах научить их использовать скорость и мощь техники себе во благо. И тем самым предупредить ее разрушительное влияние.